Всем привет! Это канал поделки-самоделки и я Татьяна. Сегодня я вам представляю небольшой такой сборничек из трех поделок из спичек. И первый из них будет столик с четырьмя стульями. Очень очаровательный, очень миленький и делается очень просто. Итак, мы отмеряем 5 сантиметров, делаем вот такой круг и с помощью циркуля также делим его на 6 частей. И делаем вот такие грани, шестигранник. Берем шпажку, отрезаем у нее часть и намечаем главные части нашего будущего стола. Шпажками я выкладываю секции главные и потом выкладываю остальную площадь спичками. Спички я немножко отрезала. Использую я клей ПВА. Вот когда все это высохнет, только после этого. Возьмите либо крупные крепкие ножницы, либо кусачки. Это сейчас я делаю ножки. Четыре спички вместе склеиваю. Ножки немножко я срезала наискосок, чтобы они у меня смотрели в сторону. И вот теперь немножко нужно терпения, чтобы подождать, пока они высохнут. И только после того, как они высохнут, столик можно поставить на ножки. И теперь еще пять на четыре бумага. Бумагу я беру плакатную. Разделила также на четыре секции, угол на угол, как вы видели. И теперь спичками выкладываю основные края секций. И спички прям целиком, долго не думая, пока еще не обрезая, я приклеиваю вот таким конусным порядком. Везде. Как можно плотнее. И так я заполняю все четыре секции. И снова жду, когда все это хорошенько высохнет. Ножницы у меня очень крупные и сильные. Мелкими не получится. Теперь нужно закруглить края, чем? Опять же спичками. Вот. Один край у меня спички без серы. И две с серыми. И так теперь берем десять пар. Клей наносим на бумажечку. Подравниваем. Это будет у нас сиденье цистула. Когда опять-таки подсохнет эта часть, склеиваем теперь вместе. Ну и сюда приклеиваем ножки. Ножки здесь будут, конечно, короче, чем у столика. Но делаются точно так же. Четыре спички склеиваются вместе. Сначала подождите, когда высохнут две ножки. Потом переверните стульчик и приклейте вторые две ножки. Ножки должны смотреть немножко в стороны. Вот и готов. Ваш наборчик замечательный. Легко и быстро добавим чашечки. Чашечки я сделала из бумаги. Просто декоративные. Пускай ребятишки играются. А это еще одна поделка из спичек. Здесь я использовала йод. Вот я налила немного йода. Добавила немного водички. Хотя можно было воду не добавлять. Чисто лучше в йоде покрасить спички. Они были бы темнее и красивее. Теперь я делаю круг. Ну, размеры, как хотите, точно. По такому же принципу я черчу шестигранник. Вот шесть частей. Беру шило и намечаю точки. Теперь эти точки делаю немножко крупнее. И таких шестигранников я сделала два. Видите, абсолютно одинаковых. Один мы будем использовать полностью. И, как говорится, насовсем. А второй временно. Теперь я беру шпажку. Это высота моей будущей беседки. И теперь начинаем делать форму беседки. Основную форму. Вот я шпажку приклеиваю внизу. Прямо к картону. Все шесть сторон. Все шесть шпажек. По центру у меня тоже там было отверстие, если вы видите. И теперь нужно в шахматном порядке сложить наши покрашенные спички. Спички бесеры у нас в Канаде продаются легко. Не знаю, как у вас. Если таких нет, можно заказать на Алиэкспрессе. И вообще у китайцев можно купить, я думаю, все, что угодно. Итак, все стороны мы выкладываем. И вход мы делаем. Вот видите, я обрезала маленькие-маленькие кусочки. Немножко придется набраться терпения. Оно, в принципе, и везде нужно терпение, когда вы создаете какие-нибудь поделки. Вот видите, что получилось. Маленькая-маленькая такая спичечка с одной и с другой стороны. И все это складывается в шахматном порядке. Делается легко. Пока видно клей, клей ПВА. Но потом, когда все засохнет, клея видно не будет. Теперь я выкладываю пол. Ну, в этой поделке я немного безграмотно это сделала. Целыми спичками нужно было сделать по-другому. Но в будущем, если я буду делать поделки из спичек, вернее, они уже сделаны, просто еще не озвучены. Я вам покажу, как это делается. Теперь сделаем красивые стены беседки. Видите, мы полосочки вложила в одну сторону. Теперь решеточкой наискосок в другую сторону. Теперь нужно работать пиццетом. Так будет удобнее. Вы ничего не сломаете. Очень красиво получается. Просто здорово. И так мы поступаем с пятью сторонами. Потому что шестая, это у нас вход. Взяла деревянную пуговку, приклеила ее к шпажке. И теперь аккуратненько вставляю в отверстие по центру. Ну, в беседке-то нужно не только сидеть, но еще и чай попить. Поэтому нужен столик. Теперь делаем крышу. Крышу делаем тоже шестигранник. Разрезаем только в одном месте грань. Теперь эти грани все складываем. Хорошенько-хорошенько сложили, чтобы все ребрышки были видны. Вот, и теперь склеим одну сторону. Опять же, клеим ПВА. Ну, теперь, чтобы украсить, эта основа была сделана, опять же, из плакатной бумаги. Я взяла другую бумагу поярче. И наклеила. Теперь получилась у меня такая пятиугольная крыша. И вот, я ее наклеила сверху. Беседочка готовая. Прекрасная, красивая, аккуратная. Тоже отличная поделка в школу. Ну, а эту поделку я вам предлагаю просто посмотреть. Она, конечно, очень сложная будет для обычных людей. Только лишь взрослые. И то не все могут справиться с ней. Но это одна из моих любимых поделок. И я, и мои дети очень любят Валей. Вот, я взяла розовые спички. Склеила основную форму. Это будет куб будущий. Будущая тельца нашего робота. Вот, я его разукрашиваю. Заранее на черной бумаге я нарисовала батарейку. Все остальное докрасила. Это я сейчас делаю отверстие для того, чтобы сюда вставить ему руки. Руки должны на чем-то крепиться. Поэтому из спичек потолще я сделала вставочку. Это тоже из спичек барбекю. Еще одна такая часть для руки. Вот я сейчас буду делать вращающийся элемент. Кусочек проволоки. Кусочек палочки для ушей. Загибаем буквой П. Лишнюю проволоку отрезаем. Все вращается у нас. И приклеиваем на ту деталь, которую я только что обрезала. Все вращается. Рука теперь у нас будет вращаться. Вот она сама рука. Это из спичек барбекю у меня рука. Это место будет у нас вставляться в тельце. Вот таким образом. И вращаться руки будут. Ну, теперь мы руки разукрасим. Это просто на плакатной бумаге фломастером дорисованные полоски. Как видите, в ход идут все инструменты. Даже трубочки для коктейля. Чтобы скрыть части проволоки. Вот это у нас рука. Ну, теперь собираемся вместе. Тельце нашего Вали. Склеили вот две стороны. Третью. Приклеиваем четвертую. Когда я приклеила четыре стороны, теперь нужно вставить руки и загнуть проволоку, чтобы руки не выскакивали. Ну, и остальные части. Теперь делаем глаза. Вот я вырезала такие капельки. Теперь сделала трубочку из спичек. Из целых спички туда-сюда, вольтом. И приклеиваю к этим капелькам трубочки. Вот он, глаз получился. Теперь нужно его преобразить. Я рисую зрачки. Винтики. Винтики. Тоже кусочек бумажки. И зубочистки. Я склеила. Это теперь будет украшение вокруг глаз. Вот эта вставочка сделана тоже из палочек барбекю. Вернее, из палочек, а из спичек барбекю. Вот и получилась мордаха. Теперь делаем ноги. Склеиваем спички. Для жесткости я отрезаю и клею сюда здесь кусочек палочки мороженого. Рисуем кольца прямо здесь же, на этих треугольничках. Делаем по центру отверстие. И сейчас я буду делать шестеренки с помощью горячего клея. Вот это гусеницы такие. Вот мы треугольнички приклеиваем. Этими гусеницами тоже все оборачиваем и приклеиваем. Теперь вставляем кусочек шпажки. И с другой стороны еще. Такой треугольничек. Теперь я все это покрасила, разукрасила и получилась прям настоящей гусеницей. Вот он готов мой Валий. Все вращается. Ну и теперь Ива. Делается абсолютно легко. Из пенопластового яйца и шарика. Вернее, я буду использовать два пенопластовых яйца. Вот часть я шарика отрезала. Немножко закруглила края. Это будут будущие крылья. Тоже пополам разрезала. Все, вот крылья готовы для Ивы. Теперь приклеиваем черный цвет бумагу это будет лицо. И рисуем голубые и очень красивые глазки. Ну и где-то я посеяла файлы. Не могла показать вам сейчас полностью как собирается Ива. Ну там, в общем-то, все легко. Итак, вот он наш чудесный Валий. Посмотрите, все у него вращается, все у него работает. Просто парень симпатяга. И ему подстать девчонка Ива. Если понравилось, обязательно поставьте лайк. Не забудьте зайти еще раз на канал Поделки Самоделки. Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok